Здравствуйте, дорогие мои юные друзья! Я надеюсь, что вы уже собрались у телевизионных экранов, чтобы послушать продолжение сказки «Щелкончик и мышиный король». Итак, я начинаю читать. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, амбары были темно-коричневые с золотыми кровлями, а многие стены были расписаны так пестро, словно на них налепили миндалины и лимонные цукаты. «Это село Прянишное», — сказал «Щелкончик», — расположенное на берегу Медовой реки. «Народ в нем живет красивый, но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью. Лучше мы туда не пойдем». В то же мгновение Мари заметила красивый городок, в котором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. Щелкончик направился прямо туда, и вот Мари услышала беспорядочный веселый гомон и увидела тысячу хорошеньких человечков, которые разбирали и загружали и разгружали доверху нагруженные телеги, теснившиеся на базаре. А то, что они доставали, напоминало пестрые разноцветные бумажки и плитки шоколада. «Мы в конфеттенхаузене», — сказал Щелкончик. «Сейчас как раз прибыли посланцы из бумажного королевства от шоколадного короля. Не так давно бедным конфеттенхаузцам угрожала армия комариного адмирала, поэтому они покрывают свои дома дарами бумажного государства и возводят укрепления из прочных плит, присланных шоколадным королем. «Но, бесценная мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все городки и деревушки страны!» «В столицу! В столицу!» Щелкончик заторопился дальше, а Мари, сгорая от нетерпения, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуханием роз, и все словно озарилось нежным, мерцающим розовым сиянием. Мари заметила, что это был отблеск розово-алых вод со сладостно-мелодичным звуком, плескавшихся у ее ног. Волны все пребывали и пребывали, и, наконец, превратились в большое прекрасное озеро, по которому плавали чудесные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее и пели прекрасные песни. А бриллиантовые рыбки, словно в веселой пляске, ныряли и кувыркались в розовых волнах. «Ах!» — в восторге воскликнула Мари. «Да ведь это же то самое озеро, что как-то обещал мне сделать крестный, а я — та самая девочка, что должна была забавляться с миленькими лебедями!» Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу не улыбался, а потом сказал. «Дяде никогда не смастерить ничего подобного, но стоит ли над этим раздумывать? Лучше переправимся по розовому озеру на ту сторону, в столицу!» Щелкунчик снова хлопнул в ладоши. Розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и Мари увидела вдали двух дельфинов, впряженных в раковину, усыпанную яркими, как солнце, драгоценными камнями. Двенадцать очаровательных оропчат в шапочках и передничках соскочили на берег и, легко скользя по волнам, перенесли сперва Мари, а потом щелкунчика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру. Ах, как чудно было плыть в раковине, овиваемой благоуханием роз и омываемой розовыми волнами! Золоточешуйчатые дельфины подняли мордочки и принялись выбрасывать хрустальные струи высоко вверх, а когда эти струи не спадали с вышины сверкающими и искрящимися дугами, чудилось, будто поют два прелестных нежно-серебристых голоска. Кто озером плывет, фея вод, комарики и дуду, рыбки блеск-плеск, лебеди блеск-блеск, чудо-птичка тралала, волны пойте, вея-влея, к нам плывет по розам фея, струйка резвая, взметнись к солнцу ввысь! Но двенадцати арабчатам, вскочившим сзади в раковину, видимо, совсем не нравилось пение водных струй. Они так трясли своими зонтиками, что листья финиковых пальм, из которых те были сделаны, мялись и гнулись, а арабчата отбивали ногами какой-то неведомый такт и пели. Топ-и-тип, тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп, мы по водам, хороводам, птички и рыбки на прогулку вслед за раковиной гулкой. Топ-и-топ, тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп. А арабчата очень веселый народ, сказал несколько смущенный щелкунчик. Но как бы они не взбаламутили мне все озеро! И правда, вскоре раздался громкий гул. Удивительные голоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них внимания. Она смотрела в благоуханные волны, откуда ей улыбались прелестные девичьи лица. На этом история не заканчивается. В продолжении сказки «Щелкунчик» и «Мышиный король» вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания. До завтра.